В эфире программа «Вопрос здоровья». Сегодня поговорим о различных заболеваниях сосудов. Сосудистую систему человеческого организма условно можно сравнить с дорожной сетью, где есть главные магистрали, артерии и вены и множество мелких дорог – капилляров. Все эти сосуды выполняют много важных функций. В первую очередь они доставляют по всему организму кровь, кислород и различные питательные вещества. При этом наши сосуды испытывают огромную нагрузку, что нередко может привести к серьезным заболеваниям. О самых частых патологиях сосудов узнаем в сегодняшней программе. Самыми крупными кровеносными сосудами в нашем организме являются артерии и вены. Они служат для транспортировки крови по всему телу. Артерии – это сосуды, по которым кровь течет от сердца, разнося к органам жизненно необходимые кислород и питательные вещества. Вены – это сосуды, по которым кровь поступает в сердце. Основной патологией поражающей артерии является атеросклероз. Вены чаще всего страдают от варикозной болезни. Сначала разберемся с патологиями артерии. Атеросклероз – это известная проблема, связанная она с поражением артериального русла и заключается в сужении или закупорке просвета артерии. Локализоваться, то есть находиться эти бляшки могут в любом месте. Это могут быть нижние конечности, это могут быть крупные сосуды, такие как аорта, грудной либо брюшной отдел. И ветви, дуги, аорты – к ним относятся сонные позвоночные артерии. Плюсковыми механизмами являются нарушения углеводного обмена веществ, когда в просвете артерии откладывается или формируется атеросклерозическая бляшка. Она бывает разная по структуре, от этого зависит характер патологии. Атеросклероз – это генерализованное поражение всех артерий организма. Иными словами, он поражает не один какой-то сосуд, а все артерии, только в разной степени. Поэтому, если у пациента появляются проблемы с сосудами в каком-то определенном месте, то ему необходимо проводить комплексное диагностическое обследование всего организма. Зачастую бывает, что человека беспокоят боли в ногах, а у него обнаруживается также и поражение сосудов, питающих головной мозг и сердце. Когда пациент поступает в наше отделение с проблемой с нижними и конечными системами, мы не всегда выполняем операцию первично на артериях ног. Почему? Потому что имеется поражение значимое из сосудов, которые питают головной мозг и коронарных артерий. И мы тогда проводим этапные операции. Сначала выполняется ревоскулиризация со стороны брахиоцефальных артерий. Потом мы этого пациента переводим в кардиофирургическое отделение Гродницкого областного клинического кардиоцентра, где выполняется коррекция клапанного аппарата при необходимости. И ревоскулиризация миокарда также при необходимости с использованием или без использования аппарата искусственного кровообращения. И только уже третьим этапом мы выполняем ревоскулиризацию, то есть восстановление кровотока в нижних конечностях. Атеросклеротические поражения сосудов могут иметь грозные осложнения. Так, если имеются закупорка или сужение сонной или позвоночной артерий, может возникнуть такое серьезное заболевание, как инсульт. Это опасная болезнь, которая приводит к потере трудоспособности, инвалидизации, а нередко и к смерти человека. Пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения могут беспокоить головная боль, шум в голове, головокружение, а не менее в конечностях или даже их обездвиживание. В этих случаях нужно срочно обратиться за помощью к неврологам или сосудистым хирургам. К сожалению, почти у половины таких пациентов не имеется выраженных симптомов поражения артерий, а потому обращаются за медицинской помощью они слишком поздно. Для выявления симптомных пациентов, которые не имеют никаких жалоб с катастрофой со стороны артерии, которая питает головной мозг, существует скрининг, который направлен на выявление такой тяжелой патологии. Заключается он в ежегодном проведении ультразвукового исследования либо ультразвукового ангиосканирования брахиоцефальных артерий, с помощью которых можно выявить начинающуюся катастрофу. Далее пациента осматривает невролог либо сосудистый хирург и направляет для специального исследования, которым является ангиография и мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием. В случае, если бляшка находится в артерии, питающей головной мозг, но не вызывает значительного ее сужения, можно обойтись консервативным лечением под наблюдением врача-невролога. При этом принимать лекарства придется пожизненно. Примерно в 30% случаев не обойтись без оперативного лечения. При обнаружении патологии брахиоцефальных артерий в данном случае проводится комплексное обследование, проводится исследование со стороны сердца, желудочно-кишечного тракта, со стороны легких. Если исключаются противопоказания к хирургическому вмешательству, то пациенту показана и предлагается операция. Операция заключается в удалении атероскаротической бляшки, либо замещении части сосуда синтетическим материалом, либо аутологичным материалом, которым является поверхностная вена из нижней конечности пациента. Эти операции относятся к высокотехнологичным, и рутинно выполняются в условиях нашего отделения. Еще одной актуальной проблемой является аневризма брюшного отдела аорты. Ее причиной может стать повышенное артериальное давление. Аневризма – это значит расширение. Сосуд увеличивается в 2-2,5 раза и в определенный момент может просто разорваться. В таком случае спасти человека уже очень сложно. Летальность достигает 90%. Основным и грозным осложнением аневризмы брюшного отдела аорты является разрыв аневризма брюшного отдела аорты. Это внезапное серьезное состояние пациента, которое резко возникает при данной патологии и сопровождается тяжелым состоянием, бледностью кожных покровов, снижением артериального давления и болями в поясничной области. Пациент при этом становится очень слабым. Обязательно нам необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи, которая доставит мгновенно в специализированный стационар, где будет выполнена тотчас хирургическая реконструкция, направленная на ликвидацию такой грозной катастрофы. Для своевременного выявления и исключения аневризмы брюшного отдела аорты также проводится скрининг. Пациентам выполняется ультразвуковое ангиосканирование. Если врач ультразвуковой диагностики подтверждает патологию, то пациент направляется на дообследование. В последние годы увеличилось количество пациентов с критической ишемией нижней конечности. Что это значит? То есть пациент имеет проблемы с конечностями, с ногами, они его беспокоят, имеются боли в основном в покое, которые длительно не проходят самостоятельно, либо они не исчезают после принятия обезболивающих препаратов. Пациенты просто терпят, иногда даже не обращаются за медицинской помощью, соответственно, поступают поздно в наш стационар. В этом случае развиваются уже трофические нарушения, то есть могут быть поверхностные некрозы, это частичное омертвение тканей, либо полное поражение конечности, это гангрена. Тогда эта ситуация может даже привести к ампутации конечностей, к потере конечностей. При этом, если гангрена – это хроническое заболевание, которое развивается постепенно, то такое осложнение, как тромбоз, возникает внезапно. В сосуде образуется сгусток крови, тромб, который препятствует ее свободному потоку по кровеносной системе. Человек чувствует резкую боль в ногах, а не менее конечности и потерю чувствительности. Очень важно обращаться в первые часы сразу же после развития болезни, потому что лечение должно проводиться как можно раньше. И если же затянуть с этой болезнью, нужно лишиться конечности, потерять конечность, так как счет идет на часы. И наша задача – вовремя оказать помощь и провести восстановление кровотока пораженной конечности. В бассейне артериальном мы выполняем различного рода и сложности хирургических реконструкций, начиная от простейших эндортерактомий, заканчивая сложнейшими протезированием и шунтированием с использованием синтетического материала и аутологичного материала, восстанавливая кровоток в конечностях и тем самым улучшая гемодинамику в данном артериальном русле. В настоящее время атеросклероз молодеет. Основной группой пациентов остаются люди старше 50 лет. Однако все чаще патологии сосудов выявляются у мужчин и женщин в возрасте до 30 лет. Именно поэтому так важно заниматься профилактикой атеросклероза. Она заключается прежде всего в соблюдении диеты. Питание должно быть раздельным, с ограниченным количеством потребления жиров, углеводов, а также продуктов с высоким содержанием холестерина. Дозирована физическая активность, пробежки, прогулки в сосновом бару, езда на велосипеде. У пациентов, которые достигли 50-летнего возраста, необходимо постоянно принимать ацетилсалициловую кислоту в дозе от 75 до 325 мг. Дозу назначит уже врач. Для снижения риска развития атеросклероза, конечно же, необходимо избавиться от вредных привычек, к которым относятся прием алкоголя и табакокурения. Самой частой патологией, поражающей нашей вены, является всем известная варикозная болезнь. Это заболевание сопровождает человечество с момента его появления. По статистике, им страдает каждый четвертый житель нашей планеты. Говоря о варикозе, чаще всего мы представляем себе сине-фиолетовую паутинку-сеточку на ногах, либо извитая, набухшая вены, напоминающая грозди винограда. Однако это только вершина айсберга. На начальных стадиях варикоз внешне может и не проявляться. Зачастую наши молодые пожилые пациенты обращаются к нам с такими симптомами, как тяжесть в ногах, которая усиливается к вечеру, судороги, которая беспокоит в ночное время, либо тяжесть в ногах, при отсутствии видимых изменений со стороны сосудов. В данном случае, конечно, необходимо выполнить ультразвуковое исследование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей. Очень часто при таких симптомах при таких симптомах мы видим изменения со стороны основных подкожных вен. И в то же время отсутствуют наружные изменения. То есть мы не видим снаружи образования, мы не видим снаружи змеевидных расширений, таких, как мы часто это видим. Однако образование змеевидных вен снаружи – это дело времени. Варикоз сам по себе не проходит. Болезнь будет только прогрессировать. Поэтому нужно обязательно обратиться к врачу и выполнить ультразвуковое ангиосканирование. По его результатам хирург сможет назначить пациенту наиболее подходящее лечение, в том числе оперативное. Необходимо радикально проводить лечение варикозного расширения вен. В нашем отделении мы выполняем различные операции для устранения варикоза. Мы выполняем классические операции – флебектомия, когда через небольшие разрезы мы удаляем патологически измененные вены, либо выполняем мини-инвазивные процедуры, такие как эндовазальная лазерная коагуляция, механо-химическая стволовая облитерация и склеротерапия под УЗИ-контролем. Все эти манипуляции выполняются только через проколы. Никаких разрезов и шов мы не накладываем. После таких хирургических вмешательств пациент выписывается в день обращения. Нет необходимости направлять его на реабилитацию. Трудоспособность восстанавливается уже на следующий день после операции. При необходимости пациенту на один день выдается больничный лист. При механо-химической стволовой облитерации также через прокол 2-3 мм на коже, на голени, либо в нижней третьей бедра, либо в средней третьей бедра вводится специальный катетер, который одномоментно разрушает варикозную вену и одномоментно вводится склерозирующий препарат, который и вызывает склерозирование этой вены. Достаточно эффективный метод. Применяется у пациентов на ранней стадии варикозной болезни. Эффективен при наличии стволового поражения вен нижних конечностей. При склерозировании под УЗИ-контролем мы выполняем пункцию. Эта процедура выполняется без наркоза, без местной анестезии. Мы выполняем пункцию вены под УЗИ-контролем, вводим склерозирующий препарат, накладываем плотную давящую повязку. На сегодняшний день самым эффективным методом лечения варикозно-расширенных вен является эндовазальная лазерная коагуляция. Этот метод лучше всего подходит в тех случаях, когда варикоз еще не проявил себя внешне, имеются только поражения стволовых вен. Процедура проводится под местным обезболиванием. Суть заключается в том, что через маленький прокол 2-3 мм мы вводим под УЗИ-контролем лазерный световод, который имеет диаметр 1-1,5 мм. При помощи данного световода мы закрываем вену изнутри. Нет необходимости в ее удалении, нет необходимости в выполнении травматичной операции. Однако варикоз – это хроническая болезнь. Даже если вам вовремя и качественно выполнили хирургическое вмешательство, со временем могут появиться новые варикозные расширения. В этом случае патология успешно лечится другими мини-инвазивными процедурами. Насколько эффективны данные операции? По мировой статистике, эффективность классических операций, которые связаны с разрезами, достаточно высокая, составляет порядка 70%. Мини-инвазивные методы, такие как механо-химическая стволовая облитерация, либо склерозирование под УЗИ-контролем, эффективность примерно около 80-85-90%. Эффективность эндовенозной лазерной аблации достигает примерно 97-98%. То есть в настоящее время нет метода хирургического лечения, который обладает 100% эффективностью. Но рецидивы, которые возникают после мини-инвазивных методик, ликвидируются посредством склеротерапии. То есть мы вводим уколчики, мы вводим уколы с склерозирующим препаратом, который эффективно вызывает регресс вот этих вот варикозных вент, которые образовались уже после проведения лечения. Варикозная болезнь сама по себе не проходит. Всевозможные лекарственные препараты, мази и гели малоэффективны. Не стоит уповать и на народную медицину. Ее средства могут быть полезными лишь для профилактики и на начальных стадиях любых болезней сосудов. При появлении первых симптомов варикоза не нужно заниматься самолечением. Лучше вовремя обратиться к врачу. Ведь чем больше он будет прогрессировать, тем больше объем операций придется выполнять. То есть, если мы видим начинающуюся варикозную болезнь, когда уже это все доказано, конечно же, имеет смысл и необходимо вмешиваться, потому что уже при затягивании, при развитии этой болезни будет выполнен более больший объем оперативного вмешательства. Это большая травма. Это и время хирургического вмешательства, которое, конечно же, имеет небольшой процент и своих побочных эффектов. Чтобы этого избежать, нужно на ранних стадиях проводить хирургическое вмешательство. Зачастую люди недооценивают опасность варикозной болезни. А ведь этот недуг – не просто эстетическая проблема, доставляющая неприятности и снижающая качество жизни. В отсутствии квалифицированной врачебной помощи варикоз чреват серьезными осложнениями вплоть до летального исхода. Грозными осложнениями варикозного расширения вен является образование трофических язв нижних конечностей. Как правило, этот процесс развивается в течение длительного срока. И одним из самых грозных осложнений является тромбофлебид, который возникает внезапно. Для того, чтобы избежать варикоза и его грозных осложнений, нужно заниматься профилактикой его развития. В первую очередь вести активный образ жизни. Больше ходить пешком, ездить на велосипеде, плавать. Людям, вынужденным долгое время сидеть или стоять, необходимо периодически менять положение тела. Кроме того, следует избегать неудобной обуви и длительного хождения на высоких каблуках. Можно использовать эластический компрессионный трикотаж, эластические чулки или гольфы, или при длительной физической активности. Компрессионные чулки защищают поверхностные вены от развития варикоза. Для того, чтобы избежать развития атеросклероза, варикоза и других болезней сосудов, необходимо прежде всего вести здоровый образ жизни, правильно питаться, больше двигаться, избегать вредных привычек. Кроме того, очень важно своевременно обращаться к врачам. Даже если у вас еще нет явных симптомов этих заболеваний. В первую очередь это касается людей из группы риска. Тех, чьи родственники страдают болезнями сосудов. Людей с избыточной массой тела, беременных, а также представителей профессии, которым долго приходится находиться на ногах. Берегите свои сосуды и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова